Владимир Шихов. Это сейчас он хороший работник, степенный муж и отличный папа, который не чает души в своей дочке. Те, кто сегодня окружают Владимира и не догадываются, что с ними рядом работает и живет герой. Герой своего времени и своего поколения. В 2002 году Владимиру Шихову в Москве вручили нагрудный знак – Орден Мужества. У нас было награждение в 2002 году. Как раз орден когда получал, Иванов приезжал в министр обороны. Потом по телевизору увидели, человек, который с нами был, он живой был, с Волгограда, приехал в госпиталь в Москву, все рассказал. Орденом Мужества награждаются граждане за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. За что Владимир получил свой орден, он и сегодня затрудняется ответить. Человеческая память так устроена, что этот день выпал из череды его воспоминаний. Помнит только одно, что утро того дня, 10 августа 2001 года, начиналось, как и все предыдущие – Чечня, Грозный. Поехали на развед поисковые действия, подорвались на фугасе. Вот этот скромный комплект, состоящий из ордена и нагрудного жетона. Все, что осталось после двух лет службы в российской армии. Ну, за исключением толстой медицинской карты. После того, как его разведмашина подорвалась на фугасе, Владимир 14 месяцев провел на больничной койке. Сначала это был госпиталь в Ханкале, затем лучшая клиника страны в Москве – научно-исследовательский институт имени Бурденко. Повезло. Врачи Греф Файки родился. Дмитрий Григорьев познакомился с Владимиром задолго до службы в армии. Сегодня они коллеги. Вместе работают в трубопрокатном цехе Северского трубного завода. А в 1997 году они вместе учились в училище. В одно время были призваны в армию. Даже не думали об этом. Потому что не знали же, кто куда что попадет, кого куда призовут, как что будет дальше. И об этом еще были детьми, и ничего об этом не думали даже. Сегодня, спустя почти 10 лет со дня демобилизации, Владимир говорит, что именно так и должно было случиться в его жизни. Мужчина должен познать все – и радость побед, и горесть утрат. Если в будущем признается герой, у меня родится сын, отговаривать от службы в армии не буду. Он все решит сам, как сын отца, награжденного Орденом Мужества. Ксения Балденкова, Александр Плещук. Новости нашего города.